К сожалению, в спорте бывает так, что едешь за медалями, а остаешься без наград. Вот и наша съемочная группа приехала в Казань, где прошли перенства и чемпионат Европы по бадминтону, для того, чтобы лично увидеть, как наши нижегородские спортсмены завоюют медали. К сожалению, этого не случилось. Почти на целую неделю Казанский центр гимнастики поменял профиль и превратился в мекку европейского бадминтона. И с каждым днем на кортах страсти кипели все с большей силой. К сожалению, нижегородские спортсмены не смогли принять участие в решающих встречах. Так, женская сборная России вполне могла претендовать на бронзовые награды командного чемпионата Старого Света. Но в итоге мы не попали даже в четверку сильнейших. Хотели даже посмотреть нашу спортсменку Нижегородскую, Червякову Надежду, но она была четвертым номером по розыгрышу. Проиграли 3-0, соответственно, до пары Червякова-Морозова не дошло. Мы ее даже не видели в игре, в хорошей сильной игре. Хотя до этого в групповом этапе она выступала, достойно показали. Они также заняли первое место в группе. Проанализировали, в принципе, многие моменты выявили. Причину поражения. Вот, тяжелый чемпионат, тяжелый в плане того, что дома выступаем. Это не так просто, как кажется. Как дома же стены помогают. Ну да, так считается. И, естественно, они помогают. Но давление на нас тоже колоссальное. И очень много таких моментов, которые не предвидишь перед началом чемпионата. За мужскую сборную России выступал нижегородец Родион Карагаев. Но и здесь наша национальная команда осталась вне пьедестала почета. Оставалась надежда на участников первенства Европы среди спортсменов до 15 лет. Здесь от Нижегородской области сражались Павел Проданов, Мария Голубева и Ольга Кулькова. Особо отметим наших девушек. Они стали одними из самых молодых участников первенства. И именно возраст, а точнее сказать, невысокий рост, не позволил Маше и Ольге пробиться восьмерку сильнейших. В ответственном матче против пары из Румынии Нижегородки показали отличный боевой бадминтон, но все же уступили более рослым соперницам в трех партиях. Не получилось пробиться через немецкий дуэт и в смешанных парах. Здесь вместе с Ольгой Кульковой сражался Павел Проданов. Шли, как говорится, ноздря в ноздрю, но отдали матч в двух партиях 22-24 и 18-21. Более подробно о чемпионате первенства Европы мы расскажем в ближайшем выпуске программы «Хит-трик» в четверг 25 февраля непосредственно перед прямой трансляцией третьего матча плей-офф между Торпедо и Йокеритом.